МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Сегодня в Ненецком округе проходит традиционная акция «Свой среди своих», приуроченная к Международному дню коренных народов мира, который празднуется 9 августа. В рамках контроля работ на образовательном объекте временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Бездудный пригласил родителей на экскурсию по третьей школе. Хранители тундры. В поселке Красное установлена композиция из шести статуй в честь праздника Дня Оленя в благоустроенном сквере в центре поселка. Об этих и других событиях в материалах наших корреспондентов. Памятник труженикам завода Стелла Полари будет дополнен стендом с именами лесозаводчан, павших в годы Великой Отечественной войны. Инициативу местных жителей поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный в ходе рабочей поездки в поселок Лесозавод. Подробности в материале Александры Литковой. В третье воскресенье сентября будет отмечаться День работника леса. Именно к этому дню Совет ветеранов Печорского лесозавода планируют установить стенд в память о павших в годы Великой Отечественной войны лесозаводчанах. Здесь у нас список призванных с лесозавода. У нас, конечно, было много участников войны, которые были участниками войны, но были не призваны с завода. Они потом приехали после войны и у нас работали на заводе. А здесь именно тот, кто у нас ушел с завода, был призван 295 человек. Потом мы обратились также поставить еще вот такую стенд, где должен быть список, предложили тех людей, кто награжден высокими правительственными наградами. Их у нас 22 человека. По словам Нины Романчук, сейчас Совет ветеранов работает с организацией, которая изготовит макет стенда. В свою очередь глава региона поручил городским властям проработать вопрос с профильным департаментом, чтобы данный проект был реализован в рамках субсидий, которые выделяют на благоустройство парка. А итоговый проект сквера обязательно согласовать с жителями поселка лесозавод. Есть проект, есть макет, есть уже все же осмеченное. Осталось запустить работу. Осталось вопрос ввязать этот памятник в ту субсидию, которая нам дается на благоустройство. Памятник работникам Печорского лесозавода был установлен почти три года назад в рамках участия компании «Лукоил» в социально-экономическом развитии Ненецкого округа. Квер действительно стал украшением. Это благоустроенные дорожки, освещение, озеленение. И это подтверждают местные жители, которые нас там встречали. Поэтому я считаю, что средства направлены на благоустройство, они направлены правильно. И очень рад, что теперь есть такое место, где собираются и мамочки с колясками, и люди старшего возраста. В ходе рабочей поездки Юрий Бездудный проверил готовность к учебному году школы номер два. Учреждение полным ходом готовится принять школьников. Доставлено оборудование для спортзала, компьютерных классов и библиотеки. В этом году школа отметит юбилей – 115 лет. Однако в здании нет актового зала, и все мероприятия проходят в школьной столовой. Кабинетов также не хватает. Приходится использовать один из корпусов старой школы. Вот сделали этот типовой проект. Я так понимаю, сам не строитель, что это проект, рассчитанный для сельских населенных пунктов. Это здание из металлоконструкции находится. Изначально, когда его строили, уже было учеников в школе, это было 360-350 человек. Но вот раньше на входе висела табличка, сейчас ее сняли. Компания «Тоталь» там была одним из спонсоров. Школу построили на 185-190 человек. Соответственно, вот старый корпус, который за нами, вы, наверное, его сняли там в репортаже, увидите, он деревянный. И его вынуждены использовать до сих пор. Также в ходе рабочей поездки временно исполняющий обязанности главы округа посетил здравпункт Ниньской окружной больницы. Здесь обслуживается порядка двух тысяч жителей. Треть из них – пожилые люди. В условиях эпидемии вы как с ними работаете? Они вам сейчас в основном звонят? Да, в основном звонят. И мы их обслуживаем в основном на дому. На дому? Мы уезжаем активно. Чтобы сюда не приходили. Вы анализы задействовать берете или нет? Забор анализа. Забор анализа. Раза в неделю. Но вызвите в поликлинику? Мы возим в лабораторию. В лабораторию. Как местных жителей, так и персонал здравпункта волнуют два основных вопроса. Это сменяемость терапевта на период отпуска основного врача и качество дороги, которая ведет к зданию медицинского учреждения. Сделав здравпункт, мы не построили к нему ни дорогу, ни тротуар. То есть, если существует понятие – доступ на мобильный групп граждан. Это женщины с колясками, инвалидами, просто человек в возрасте, который может тяжело передвигаться, ходить. И так как там нет кругом дорог, нет тротуаров, все это весной превращается в вообще непонятно что. Чтобы пройти, нужно, в общем, приблизи на обуви, обходить там медицинское учреждение. Это неправильно. Глава региона поручил проработать все проблемные вопросы профильным ведомством и доложить о результатах на ближайшем расширенном оперативном совещании. В рамках контроля работ на образовательном объекте временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный пригласил родителей на экскурсию по третьей школе. Об итогах поездки в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Елена Казакова – одна из активисток от родительского состава. Её сын Константин перешёл в шестой класс. Новый учебный год он встретит в новом здании школы. Мы два года, наверное, готовились к этому. Мы каждый раз приезжали, отслеживали все этапы строительства и с радостью отмечали какие-то цветные краски. Когда появилась надпись «Третья школа», мы представляли, как мы будем сюда ходить. Это, конечно, событие такое радостное. Ознакомительную экскурсию для родителей и представителей власти провели по секторам начальной и старшей школы. Посмотрели два спортивных зала, оценили масштабы актового зала и яркой столовой. Посетили компьютерные классы и другие учебные помещения. Помимо того, что вы видите, это огромные площади, современное оборудование, в рамках этой школы, в рамках этого здания у нас реализуется несколько национальных проектов. Региональных проектов, нацпроекты образования. Это, соответственно, и современная школа в рамках создания. Здесь точка роста, которую мы с вами сегодня видели. Конечно, еще картинка она не полная, потому что нет того оборудования, на котором будут работать дети. Это, в принципе, основное. И для того, чтобы понять, что же такое точка роста. И, значит, здесь реализуется национальный проект, региональный проект. Это цифровая образовательная среда. И успех каждого ребенка тоже, соответственно, здесь. Здесь будет у нас на базе этой школы «Сириус» и Центр развития одаренных детей. Юрий Бездудный обратил внимание на максимальное устранение недочетов и замечаний, сделанных ранее. Школа все больше приобретает готовый вид. Мы же работаем с подрядчиком давно. И у нас было, скажу, много замечаний по школе. Особенно зимний период, с кровлей, какими-то потеками, линолеумом. Но сегодня специально мы посмотрели на те участки, на которых были даны ранее замечания, сделаны. И отметили, что все эти замечания устранены. После ознакомительной экскурсии у родителей накопилось много вопросов. Они касались в первую очередь проезда к образовательной организации, так как теперь территориальное здание находится относительно далеко от места жительства. Другие вопросы касались увеличения штата сотрудников и других аспектов учебного процесса. Очень дельные предложения. Все их отработаем. То есть вот этот совместный проход по школе показал, что вот такое общение с родителями, оно позволяет увидеть то, что мы до этого не видели. Добавлю, такую традицию совместного контроля с общественностью Юрий Бездудный предложил поддержать своему профильному заместителю в сфере образования и культуры. Наталья Дургина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Хранители тундры. В поселке Красное установлена композиция из шести статуй в честь праздника Дня Оленя в благоустроенном сквере в центре поселка. Историю создания арт-объекта, а также о будущих планах в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Николай Вылка творит скульптуры с дерева. Все началось шесть лет назад. Николай еще в кольже занимался резьбой по дереву, кости и льду. Ремесло настолько его увлекло, что юный скульптор стал выезжать на фестивали. И у меня вот это дело все пошло. Когда стал свободным, ездил везде по всей России, по всем фестивалям. И почувствовал, что это я себя нашел. Это мне нравится, получается потихоньку. Остается только дальше работать, развиваться, какие-то новые приемы выполнять. Еще в прошлом году Союз оленеводов заказал Николаю скульптуру ненецкой семьи. Таким образом сделали своеобразный подарок родному поселку и друженикам большеземельской тундры. Тогда он и подумать не мог, насколько эта статуя полюбится местным жителям. Олень, собака, это тоже считается частью семьи оленевода. И там есть ворон. Ворон – это глаза Нума, бога верховного ненцев. Он летает и в образе ворона смотрит за деятельностью людей. И там тоже мужчина, он охотник, добытчик и защитник. Это он изобразен как с луком. В этом году состоялось пополнение. Скульптуры ненецких духов находятся прямо в сердце поселка Красное. Сейчас их семь. В центре семья оленевода. Вокруг шесть миролюбивых духов. Самое главное – Еминя, богиня плодородия, покровительница женщин и детей. Дальше – хозяйка из чума, хозяин воды, леса, огня и богиня изобилия. Однако это не идолы. Если бы я делал бы идол, он бы тут, его нельзя было ставить. Его где-то надо далеко делать, чтобы туда добраться, там чужие люди не могли добраться. Это маленько по-другому. А это как скульптура обычная, просто изображение. Композиция хранителей тундры была установлена в честь праздника День оленя в благоустроенном сквере в центре поселка. Такие вот интересные арт-объекты. И почему они у нас? Потому что у нас национальный поселок, у нас здесь два оленеводческих хозяйства. Тем более в этом году еще сельхозпроизводственный кооператив «Харп» празднует свой юбилей 90-летие. И в честь Дня оленя, в честь Дня юбилея градообразующего предприятия «Харп» был такой подарок сделан поселку, жителям. Интересный, очень интересный подарок. Мне, честно, очень нравится. Уже полюбившийся местным жителям арт-объект в будущем может пополниться новыми скульптурами. Об этом заверил глава муниципального образования Виктор Таратин. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Заканчивается период летних отпусков, которые жители региона предпочитают проводить за его пределами. Массово авиа- или водным транспортом они прибывают из других, в том числе неблагоприятных регионов по ситуации с COVID-19. Однако количество вновь заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ненинском округе остается стабильным. Во многом этому способствуют меры, принятые по недопущению ее распространения. Режим повышенной готовности на территории Ненинского округа продлен до 30 августа. Для всех прибывающих из других регионов сохраняются правила двухнедельной самоизоляции или предоставления по прибытию документа, подтверждающего отсутствие заболевания. По исследованию это, конечно, должно быть ПЦР-исследование обязательно. Это берется мазок и, соответственно, происходит следующая диагностика ПЦР. То, что сейчас иногда представляется исследование крови, либо из вены венозной, либо из пальца, это либо экспресс-тест, либо ИФА, данные тесты не принимаются по причине того, что основной их критерий исследования – это, конечно, наличие антител в организме, это основное, когда люди уже переболели. Эффективность мер, принимаемых на территории региона, высокая. Из общего количества выявленных случаев на жителей Ненинского округа приходится лишь от 5 до 10%. Основная доля заболевших – жители других регионов, прибывающие для работы на месторождениях. Это связано в основном с нарушениями по проведению самоизоляции или несдачи повторного анализа. Что же касается жителей нашего региона, то они более ответственно подходят к рекомендуемым мерам. Из всех прибывающих в среднем всего у 15% нет на руках готовой справки о прохождении анализа, либо результат не успел прийти на электронную почту. Летел пассажир, летел житель округа, возвращаясь в округ, он также сдал, но пока результат не получил и летел на самолете. В процессе родственники на электронную почту получили анализ, и он был положительный. Они эту информацию сообщили нам и распотребли, и были приняты в свои временные меры по изоляции всего рейса. В принципе, мы предотвратили распространение данной инфекции. Однако мнение о необходимости исследования неоднозначно среди жителей округа. Одна из них – Ирина. Вместе с детьми она вернулась из отпуска. Анализ давать не стали. Хотят продолжить отдых, находясь на самоизоляции, что также предусматривается рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Мы даже не расстраиваемся абсолютно. С юга приехали, я готова месяц депрессии посидеть дома. Так что я знаю, что все здоровы, все хорошо. Где мы отдыхали в Анапе, ни одного заболевшего не было, все замечательно. Там и у хозяев, где жили, сама женщина Мегдин, она говорит, у нас проблем вообще никаких нет. Так что откуда этот коронавирус? Ну, конечно же, есть, как и грипп, как и все другие заболевания. Но проблема, может, для меня, кажется, не настолько страшна. Напомним, что по всем интересующим вопросам, связанным с прохождением теста для прибытия в регион, можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу по номеру телефона 421-58. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Главное, чтобы костюмчик сидел. Сегодня в Ненинском округе проходит традиционная акция «Свой среди своих», приуроченная к Международному дню коренных народов мира, который празднуется 9 августа. Чтобы стать ее участником, необходимо было примерить на себя наряд своих предков и провести в нем целый день. В этом году к Ненинскому округу присоединились жители Республики Мариэл, Коми, Челябинска и Череповца. О первых эмоциях и традиционных нарядах расскажет Любовь Пермякова. В семье Валей с самого утра хлопотно. Любовь Викторовна наряжает свою дочь Алису в Коми-костюм. Хозяйка швейной мастерской, ее супруг и дочери решили принять участие в акции «Свой среди своих», которую проводит этнокультурный центр. Она призвана показать красоту национального костюма. Для нас это очень интересно, носить костюмы предков. При этом я, например, вспоминаю, когда моя прабабушка одевала ежедневно этот костюм. Я сейчас даже одеваю платок. Думаю, как же это ежедневно. Ну, конечно, входит в привычку, потому что он все-таки тяжелый для меня. То есть я привыкла к повседневной одежде, мы сейчас такую не носим. То есть я думаю, что моей прабабушке было бы неудобно в моей одежде, потому что она привыкла носить именно такую одежду. Супруг Любови Валей Александр по национальности ненец. Сегодня он в стилизованной малице. Ну, мои бабушки, сестры, братья, все оленеводы. Саше даже довелось пожить в Чуме два месяца. Ну, еще в молодости. Я 14-х был, да, я там жил два с половиной месяца. Им дал вместе с ними. И как чувствуете себя вот сегодня? Да, нормально, хорошо. Да, люди ходят и удивляются. Пока семья Валея удивляет красивыми костюмами своих клиентов, в центре Наринмара на аллее возле первой школы землячество Сопка водит хороводы в русских и коми-нарядах. Ой, мела-мела улочку распахивала. Председатель землячества и главный хранитель истории исчезнувшей деревни Вера Семенова По словам женщины, в Сопке еще в 1966 году насчитывалось 31 хозяйство и 119 жителей. В нашей деревне жили русские в основном, но жили коми, но и жили ненцы еще. Вот мой костюм, мой костюм русский, костюм повседневный. Так ходила моя бабушка. Это вот нарядный русский костюм, а это повседневный русский костюм. Это в том заключении, что платок так носили. Да. Это чурья, не так вот, видите, как носили. Да, да. А мы вот так вот носили. Ага, девочки, это все в русских нарядах. Да, 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 русский наряд. Конечно, русские коми и ненецкие женщины любили наряжаться с детства. Впрочем, мужчины тоже были не прочь помодничать. И это доказали сотрудники Центра поддержки молодежных инициатив. Рубаха на выпуск, холщовые штаны и ультрамодные, дорогие для того времени сапоги. Дмитрий Шубин в таком наряде стал бы первым парнем в коми-деревне. Когда мне дали костюм, я посмотрел, я думаю, это прямо мое. Сапоги, штаны, пояс. Сегодня оделся, думаю, наверное, я бы еще походил, не хочется возвращать его обратно. И вот, думаю, вот еще поношу его немножко. Коллега Дмитрия Шубина Николай Шевелев тоже в образе. Коми-наряд вызвал восхищение не только у коллег, но и у родственников мужчины. Дед мой, когда меня увидел в этой рубахе очень долго, смотрел на меня и умилялся. Для меня это именно интересный формат в предстоящей переписи населения. В моей родословной, получается, замешано две крови, две национальности, коми и русский, в данном случае. Сейчас в предстоящей переписи населения возможно указывать национальность. Народный костюм и испытать, так сказать, зов предков. Фото Николая Шевелева на рабочем месте уже пополнила копилку интернета. Ведь главное условие акции – запечатлеть себя в наряде, на улице или в другой обстановке и опубликовать его в социальных сетях с хэштегами «Свой среди своих нау», «Свой среди своих России», «Наринмар», «Ненецкий ау». Сегодня почувствовать зов предков смогли более ста жителей региона. К акции присоединили село Тельвиска, Невь, Красное и другие. Сотрудники этнокультурного центра отметили, что все участники получили отличные фотографии, море эмоций и, конечно, всеобщее внимание. Любовь Пернякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...